Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Ромофоса по окончании переговоров провели совместную пресс-конференцию. Китайский лидер отметил, что отношения между странами выходят за рамки обычных и имеют глобальное значение. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером ЮАР, председатель КНР напомнил, что в последние 25 лет отношения между двумя странами быстро развивались, и их стратегическое взаимодействие вышло на новый уровень. По его мнению, отношения двух стран вышли за рамки обычных и приобрели глобальное значение. Си Цзиньпин сообщил, что стороны намерены совместно расширять сотрудничество в области электроэнергетики, новых источников энергии, а также научно-технических инноваций. Китай готов импортировать больше высококачественной продукции из ЮАР и будет продолжать поощрять китайские предприятия инвестировать в эту страну. Китайская сторона поддерживает усилия правительства ЮАР по укреплению профессионального образования и повышению занятости молодежи. Стороны согласились расширять обмены и сотрудничество в области образования, науки, техники, культуры и туризма. По словам Си Цзиньпина, Китай и ЮАР должны укреплять стратегическую координацию, применять на практике принципы истинного мультилатерализма и работать над расширением представительства и усилением голоса стран глобального юга в глобальном управлении. В свою очередь Сирил Ромофоса поблагодарил Китай за поддержку в борьбе с апартеидом и в деле развития ЮАР, а также за оказание медицинской помощи в борьбе с пандемией. По его словам, стороны намерены развивать сотрудничество в таких областях, как строительство инфраструктуры, туризм, образование, цифровая экономика. Президент ЮАР также поблагодарил Китай за поддержку в проведении 15-й встречи руководителей стран БРИКС. Ван Юй Джуань, Си Джи Тян